Во-первых, я сказал бы, действительно, предстоят большие юбилейные мероприятия на российском уровне по научной работе. Ну и во-вторых, это дает сделать какие-то итоги промежуточные и, естественно, сделать какие-то планы на будущее. Что я хотел бы сказать? По нашей Академии наук, прошлый год ознаменовался тем, что мы утвердили на уровне главы правительства программу развития нашей Академии. Фактически на предстоящие десятки лет. Ну и хотелось бы сказать, что вообще говоря, как научные работники, мы сами тоже заинтересованы в том, что публикационная активность наших сотрудников повышалась. Участие в грантовых мероприятиях не только на региональном, но и на федеральном уровне, в том числе и, возможно, на международном уровне. Ну и, конечно, это проектная деятельность, которая через Академию осуществлялась и осуществляется на достаточно большом объеме. Что касается публикаций, публикационной активности, тут я хотел бы сказать, что вообще говоря, в настоящий момент по нашей Академии через Всероссийский индекс цитирования мы зарегистрировали около тысячи публикаций. Это немало, поскольку я имею в виду это за последние пять лет. Ну и, конечно, тут работа по журнальной деятельности. Дело в том, что у нас в научной работе по Российской Академии наук основным таким критерием деятельности институтов была категорийность. Первая категория – это те институты, которые публикуются в ведущих не только российских, но и международных базах данных. Их журналы, ну, их статьи цитируются. А вторая категория, третья и четвертая, ну, они, конечно, тоже являются такими индикаторами, которые определяют уровень того или иного Академического института. И поэтому я хотел бы сказать, ну, такую идею, что, вообще говоря, те институты, у которых есть соответствующие журналы высокого квартиля, они действительно определяют свою категорию. Ну и входят в первые и вторые категории, соответствующие по Рановской системе. И радостно, ну, и вообще, я бы сказал, приятно, у нас есть такой журнал «Природные ресурсы Арктики», «Субарктики», который является достаточно цитируемой и является уровневой по системе РИНС, по платформе Web of Science. Ну и наука-техника в Якутии тоже является достаточно вот такой научно-популярной, правда, но цитируемой журнальной вот такой вот Академии наук публикациями. Ну, то есть публикациями. Поэтому я хотел бы сказать, что по публикационной активности у нас достаточно хорошо по Академии наук. Ну и, во-вторых, это грантовая работа. Мы до появления Российского научного фонда «Регион» курировали Российский фундаментальный фонд научных исследований. И хотел бы сказать, что вот по этому направлению у нас тоже достаточно хорошая работа ведется. Из 80 проектов, которые в 2021 году были поданы по этой системе регион-республика Саха-Якутия, победителями у нас стали 19 проектов. Могло бы быть и больше, если бы республика вкладывала более существенные суммы по этому направлению. Ну и последнее я хотел бы сказать, что, конечно, не только публикации, но и грантовая деятельность является основной. Но у нас еще и направления, которые чисто прикладными являются. Это осуществление комплекса научных исследований, в котором наша Академия наук в последние годы начала существенно включаться в эту работу. Именно в плане научных исследований. Это тоже предполагает достаточно вот такое плотное, ну и по работе с индустриальными партнерами, ну и по работе с другими академическими научными институтами, не только в нашем регионе, но и сибирским отделением, Российской Академии наук. Поэтому в этих направлениях мы должны в будущем более плотно, ну и академически работать с научными работниками и приносить для нашей республики очень существенную пользу. Спасибо. Спасибо.